В профессиональном спорте некоторые спортсмены не могут обойтись без обмана. Но будь то допинг или взятка, нечестный атлет никогда не станет настоящим победителем. Итак, это 10 олимпийских спортсменов, которые попались на жульничестве. Поехали! Дора Ратьен. На Олимпийских играх в Берлине в 1936 году немецкая спортсменка Дора Ратьен заняла четвертое место на соревнованиях по прыжкам в высоту, а затем завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, побив мировой рекорд. Но вскоре стало известно, что у Доры было небольшое преимущество перед другими девушками. Оказывается, она была мужчиной. Судя по всему, все началось еще в роддоме. Половые органы Ратьена были настолько маленькими, что все решили, что это девочка. Его стали воспитывать подобающе. В подростковом возрасте он все же понял, что что-то не так, но решил не менять свой образ жизни. В последствии он был арестован за мошенничество, однако ему не стали предъявлять обвинений и только потребовали, чтобы он поменял имя на настоящее – Генри, а также перестал участвовать в женских соревнованиях и вернул медали. В историю мировых рекордов он так и не вошел ни под женским, ни под мужским именем. Саночницы Восточно-германская саночница Ортрун Эндерлайн участвовала в Олимпийских играх 1968 года в Гренобле в составе женской сборной. Она завоевала золото, а две другие участницы из ее команды заняли второе и четвертое места. Остальным спортсменам показалось странным, что команда появилась на трассе буквально перед стартом, а после окончания гонки тут же удалилась. Позже выяснилось, что они использовали химикаты, которые разогревали полозья, и за счет этого сани скользили быстрее, что позволило девушкам добиться хороших результатов. Все три спортсменки были дисквалифицированы. Борис Онищенко Российский пятиборец Борис Онищенко принимал участие в нескольких соревнованиях на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. После матча со спортсменом из Великобритании английская команда пожаловалась, что несколько очков ему засчитали просто так, когда его шпага даже не касалась противника. Его оружие было взято на проверку и не зря. Оказалось, что в рукоятке его шпаги была потайная кнопка. С ее помощью он в любой момент, не касаясь противника, мог замкнуть цепь, который фиксирует нанесение укола. Он был дисквалифицирован, лишен выигранных ранее медалей и отстранен от игр. Мадлен де Хесус В 1984 году на играх в Лос-Анджелесе пуэрториканская легкоатлетка Мадлен де Хесус неудачно приземлилась во время соревнования по прыжкам в длину и повредила колено. Она испугалась, что не сможет участвовать дальше, и ей пришла в голову отличная идея. У нее была сестра-близнец Маргарет, и они договорились поменяться местами. Маргарет побежала эстафету вместо нее, и у команды Пуэрто-Рико были неплохие результаты. Но когда тренер узнал об этом, то он не допустил до финального забега всю команду и рассказал всем о подмене. Бен Джонсон В 1988 на Олимпиаде в Сеуле канадский спринтер Бен Джонсон выиграл золотую медаль в 100-метровом забеге, побив мировой рекорд. Однако через три дня после победы во время проверки выяснилось, что он принимал стероиды. Его лишили золотой медали и с позором вычеркнули из списка рекордсменов, когда он признался, что употреблял допинг с 1981. В 1993 году он снова попался, и на этот раз его дисквалифицировали пожизненно. Мишель Смит Выиграв одну бронзовую и три золотых медали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, Мишель Смит стала первой ирландкой, получившей олимпийское золото, и была просто на пике своей карьеры. Но обо всем этом ей пришлось забыть, когда на нее посыпались обвинения, что результаты теста на допинг были подделаны. В 1996 году ее отстранили от командного заплыва, когда обвинения подтвердились. Однако ей все же позволили оставить при себе заработанные медали, так как положительными были результаты тестов, взятых уже после Олимпиады. Мариан Джонс Американская легкоатлетка Мариан Джонс была на седьмом небе от счастья. Она выиграла две бронзовых и три золотых медали на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, и к тому же была первой женщиной-легкоатлетом, одержавшей сразу столько побед подряд в течение одной Олимпиады. Ходили слухи, что она принимала стероиды, но Мариан категорически отрицала любые обвинения в свой адрес, да и всевозможные проверки говорили в ее пользу. Тем не менее, в 2007 году она призналась, что на самом деле начала употреблять допинг еще задолго до Сиднейских игр. Ее лишили олимпийских медалей и даже приговорили к шести месяцам заключения за ложные показания. Бадминтон Во время игр 2012 года в Лондоне на жульничестве попались девушки сразу из нескольких команд по бадминтону. Четыре дуэта из Китая, Южной Кореи и Индонезии были дисквалифицированы за нарушение принципа честной игры. Они сыграли в поддавки в нескольких матчах, чтобы попасть в плей-офф с более слабыми соперниками. В итоге всех восьмерых дисквалифицировали, обвинив в недостаточном желании бороться за победу в матче, что является оскорбительным и вредоносным для спорта. Камерон Вандербург На Лондонской Олимпиаде 2012 года южноафриканский пловец Камерон Вандербург обошел всех соперников в заплыве брасом на 100 метров, побив мировой рекорд и завоевав золото. И все бы хорошо, но позже он признался, что сжульничал. Согласно международным правилам, во время входа в воду брасисты имеют право на один грибок в стиле «батерфляй». Но Вандербург, пользуясь тем, что находится под водой, сделал такие грибков аж три, что дало ему преимущество. Его признание подтвердилось на видео. Тем не менее, у него не стали забирать медали. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.